Чтобы мы понимали, по какому поводу мы сегодня здесь встретились, мы вас рады приветствовать всех на прямой линии в нашей газете, в газете «Наш Красноярский край», в нашем пресс-центре. Сегодня мы поговорим о имущественных налогах, этому посвящена наша прямая линия, и дозвонившиеся нам наши читатели будут иметь возможность получить ответ, что называется, от первого лица. Сегодня в гостях у нас Ольга Валентиновна Бучацкая, заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, и начальник отдела налогообнажения имущества Ольга Вильгельмановна Петрова. Поэтому в зависимости от типа звонка и вопроса мы будем адресовать вам их по очереди. Но пока у нас не начались звонки, можно, наверное, немножечко поговорить о том, что сейчас всех волнует. 1 ноября у нас прошла сессия ЗС, на которой в двух чтениях у нас был принят законопроект о новом налогообложении как раз имущественного налога. Поэтому, естественно, всех очень сильно волнует вопрос, насколько это ударит по карману наших граждан, насколько это изменит ситуацию вообще в уплате налогов. Поэтому кто-то из вас готов прокомментировать? Клантин, пожалуйста. Огромное спасибо за возможность воспользоваться вашей площадкой, донести информацию об уплате имущественных налогов физическим лицам. 1 декабря – это последний срок уплаты имущественных налогов, с которого начнется начисление ПИНИ. Поэтому вам такая благодарность. Мы говорим сегодня о имущественных налогах, которые включают... Это понятие включает в себя три налога. Непосредственно сам налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Эти налоги уплачивают физические лица, которые имеют собственности, оговоренные мной собственность. Налог на имущество физических лиц, именно этого налога, коснуться изменения, о которых вы иллина сказали, поменяется сам расчет этого налога. Но администрирование этого налога не изменится никак. Мы по-прежнему будем начислять этот налог, формировать налоговое уведомление и отправлять физическим лицам, для того чтобы они имели возможность вовремя исполнить свою конституционную обязанность. Что поменяется? Поменяется база налогообложения. Если раньше налог на имущество физических лиц исчислялся от инвентаризационной стоимости объекта, то начиная с 2019 года мы будем производить расчет этого налога исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Делать мы это будем в 2020 году, за 2019 год, о чем вы верно сказали. Больше особо ничего не поменяется, потому что те же объекты налогообложения сохранились, те же определены ставки федеральным законом, сохранен перечень льгот, который был раньше определен налоговым кодексом, добавлены даже некоторые преференции, то есть введено такое понятие, как налоговый вычет. Раньше не применялось такое понятие при расчете налога на имущество физических лиц. Я говорю о том, что кадастровая стоимость объекта, например, квартиры, будет уменьшена на кадастровую стоимость 20 квадратных метров. Либо кадастровая стоимость комнаты будет уменьшена на кадастровую стоимость 10 квадратных метров. В жилом доме будет освобождаться 50 квадратных метров. Это новые преференции, мы их будем использовать обязательно. В связи с этим, многих интересует вопрос, повысятся ли вообще налоги в Красноярском крае. Конечно, сегодня сделать прогноз очень сложно, поскольку ставки и льготы будут определены местными органами власти. На той территории, где находится недвижимость, и это будет определять их законодательство. Они должны это сделать буквально до 1 января, и как только мы это получим, мы сможем оценить более точно. Одно сегодня понятно, что, конечно, несколько выгоднее этот расчет окажется для северных территорий. Там мы прогнозируем уменьшение налоговой нагрузки. В отношении жилых помещений, введенных в действие после 2000 года. Возможно, будет увеличение налоговой нагрузки в отношении объектов, ну уже, скажем, долголетнего пользования, потому что на сегодня там очень занижена инвентаризационная стоимость. Ну а в целом мы не делаем сегодня расчеты с применением федеральных льгот, с применением вычетов, и мы не наблюдаем в разы увеличения налоговой нагрузки, поэтому мы пытаемся успокоить сегодня граждан, собственников недвижимости, что ничего страшного, катастрофического происходить не будет. Как только мы получим все законодательство местных органов власти, это все будет выложено на сайте. У нас работает онлайн-сервис ставки и льготы местных налогов, и физические лица будут иметь возможность уже сами просчитывать налоги, которые будут ожидать в 2020 году за 2019. В общем, обо всем мы будем информировать, все будем рассказывать, и думаю, что особо сегодня переживать за большое увеличение налоговой нагрузки не стоит. Спасибо большое. Располагайте, пожалуйста. Раз начинаем. Если есть что-то добавить? Я хотела бы еще добавить, что для тех, у кого повысится сумма налога, предусмотрен переходный период, который будет применяться в течение 4-х первых лет. То есть у нас как будет рассчитываться налог от кадастровой стоимости? Будет браться налог исчисленный, исходя из инвентаризационной стоимости за предыдущий налоговый период, рассчитывается налог от кадастровой стоимости за текущий налоговый период, И сравниваться между собой. В случае, если сумма налога от инвентаризационной будет выше, чем сумма налога от кадастровой, то физические лица будут уплачивать сумму налога от кадастровой стоимости. Здравствуйте. Вы позвонили на прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и задайте Ваш вопрос. Зовут меня Кузьмина Алена Викторовна. Я нахожусь сейчас под Минусинском в больнице. Я хотела бы задать такой вопрос. На мне зарегистрированы несколько фильм по Красноярскому краю. И я уже прошла судебное раздражательство, то есть были суды. Но я хотела бы избавиться от этого всего. Как мне сделать? Что? Советуете? Одну секундочку. Кто у нас? То есть ко мне приходит декларация, чтобы я запомнила декларации до сих пор о доходах. Ну, я, во-первых, я не могу по состоянию здоровья. Я в лежачем состоянии, я неподъемная. Давайте мы Вам постараемся помочь. У нас сегодня в гостях находится Ольга Валентиновна Бучацкая, заму, руководитель налоговой краевой. Поэтому давайте мы попросим, чтобы она ответила на Ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, Вы являетесь учредителями нескольких юридических лиц? Да, и гендиректором, и учредителем. То есть вот Нортвилл... Эти предприятия были зарегистрированы с Вашего согласия, да? Ну да, это было давно, то есть как подставная фирма, подставные лица, не было денег, то есть как бы вот обещали деньги, то есть люди оформляли. А потом вот несколько лет уже прошло, и вот было судебное разбирательство в прошлом году, в октябре месяце, меня судили за это. То есть еще и наказание прошло, но я хотела бы избавиться от этого всего, от учредительства. Ну, конечно, самое верное, это было приехать в нашу межрегиональную инспекцию 23 на партизана Железняка и заполнить там заявление об отказе от участия в предприятиях, да, и от директорства, либо там должностных лиц. Но если Вы сегодня ограничены в, я так поняла, в движении, да, это можно сделать через наш сайт. Интернетом Вы можете пользоваться? Да, секунду, сейчас я запишу адрес. Нужно войти на сайт налог.ру Это по-русски можно написать? Можно по-русски, можно латинскими буквами, Вас все равно выведет на официальный сайт Федеральной налоговой службы России. Угу. Там воспользоваться онлайн-сервисом регистрация предприятий. Так, регистрация предприятий, ага. Выбрать заявление, я не помню, к сожалению, номер, но нужно найти заявление об отказе в участии предприятий. Его заполнить и можно отправить электронно. Ага. А то до сих пор приходят письма, как бы, и я вот, ну, то есть чтобы не было... Если, и самый простой способ, если Вам не удастся, да, через интернет это сделать, Вы можете это сделать на бумаге и отправить заказным письмом в Межрегиональную инспекцию 23 города Красноярска. Угу. Мы Вам тогда... А так это в произвольной форме или как написать? Да, конечно, произвольной формы, я такая-то, такая-то, отказываюсь от участия в предприятиях и их перечислите. Межрегионалка разберется, может отправить Вам бумажные формы, Вы их заполните, и мы снова получим. Ну, поскольку Вы ограничены в действиях. Да, я ограничена, и в течение года здесь я вот не смогу вообще с вами... Давайте, давайте, нужно закончить эти мероприятия, чтобы на Вами не был такой груз. Спасибо за сознательность. Всего хорошего, поправляйтесь. До свидания. Спасибо, что позвонили, всего доброго. Вот, видите, как имущественные налоги заканчиваются. Это вот такие... Телефончик надо нам потом зафиксировать. У нас есть еще звоночек, давайте примем его. Здравствуйте, Вы позвонили в прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и задайте Ваш вопрос. Меня зовут Василий Виктор Георгиевич, я пенсионер, 75 лет. Да, Василий Георгиевич. Пришли за несколько лет, у меня в кабинете налогоплательщик, они пришли, налоговые уведомления по земельным и имущественным налогам. Пришло уведомление только о транспортном налоге. Я уже его заплатил. А вот по земле, по квартире, почему-то нет налоговых уведомлений в кабинете налогоплательщика. Ваш вопрос понятен. У нас сейчас находится здесь на линии на прямой Ольга Валентиновна Бучацкая, замруководителя налоговой инспекции. Она сейчас Вам ответит. Скажите, пожалуйста, земельный участок у Вас площадью больше 6 квадратных соток? Ой, 6 соток. Сколько у Вас? 5 с небольшим. Ведь чуть-чуть меньше 6. Очень хороший вопрос. Заодно мы донесем информацию до всех налогоплательщиков, у кого земельные участки менее 6 соток. С 2017 года при расчете земельного налога мы применяли вычет в виде кадастровой стоимости 6 соток. Поэтому у кого площадь меньше 6, те не получили налоговые уведомления, поскольку Вы сейчас не будете платить земельный налог. А за имущество, за дом в деревне. А льгота, наверное. В этом участке стоит дом. Налог на имущество физических лиц пенсионеры не уплачивают у нас уже давно. В отношении одного объекта. В отношении одного объекта. Если у Вас одна квартира, один дом, один гараж, то Вы не плательщик налога на имущество физических лиц. А два гаража у меня в городе Красноярске. За один гараж должно было прийти уведомление, но возможно была переплата. Сделали перерасчет. Да нет, я вроде внимательно смотрел, не переплачивал. За 30 рублей есть переплаты, но это же нет. Скорее всего Вам предоставлены льготы, и Вы на сегодня освобождены от этих налогов. Транспортные уплатили, Вы законопослушный налогоплательщик, поэтому спите спокойно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо Вам за Ваш звонок, всего Вам доброго, до свидания. Скорее, инвентаризационные стоимости. Пока у нас звоночка нет, можно я задам вопрос, который нам поступил на сайт по транспортному налогу. Автопогрузчик, приобретен предприятием, он не выезжает за территорию склада. Нужно ли платить за это транспортный налог? Отвечайте, Ольга. Да, у нас в соответствии с налоговым кодексом облагаются транспортным налогом все транспортные средства, которые зарегистрированы в регистрирующих органах. Но в случае, если есть автопогрузчик, то что он не выезжает, это транспортное средство. И не регистрация транспортного средства в регистрирующих органах не освобождает ни юридических, ни физических лиц от уплаты транспортного налога. У нас есть уже и судебная практика в данном вопросе, поэтому уплачивать налог нужно, потому что он уплачивает со всех транспортных средств, так же самоходных машин, механизмов. Замечательно. Да, давайте вопросы. Я хочу уточнить, что касается новых изменений, связанных с налогом на имущество, вы не могли бы привести пример? Вот, допустим, там квартира 52-54 квадратных метра, да, сколько платили раньше? В общем-то, нет конкретных дискуссий. Хорошо, мы сейчас озвучим. На конкретном примере переход от инвентаризационной кадастровой стоимости. Я правильно что поняла, что по-моему мы уже сейчас должны платить? Нет, нет, нет. Еще раз говорю, переход на исчисление от кадастровой стоимости произойдет в 2020 году. Мы будем исчислять налоги в 2020 году за 2019, это такой порядок уплаты налога на имущество, мы платим по факту. Год прошел, мы начислили и до 1 декабря следующего года, поэтому это будет только в 2020 году. У нас есть примеры расчетов, мы можем в цифрах их назвать. Ну вот мы рассчитывали, мы специально брали большие квартиры, да, большой площадью, вот я вам сейчас скажу, примерно 72 квадратных метра, так мы брали и на 80 квадратных метров. Именно дома, которые находят, которые не новое жилье, да, это жилье, которое было построено там до 90-го года, либо до, ну где-то до 2000-го года. То есть разные брали моменты. И вот один из примеров, например, дом постройки до 1980-го года на проспекте газеты Красноярский рабочий, 72 квадратных метра. Инвентаризационная стоимость квартиры 350 тысяч рублей, кадастровая стоимость квартиры 2,5 миллиона рублей, да, и расчетный коэффициент дефлятор будет 1,5, то есть у нас инвентаризационная стоимость при расчете налога на имущество увеличивается на коэффициент дефлятор. И уже с учетом этой налоговой базы определяется ставка. В случае, если одна квартира, то это налоговая база одной квартиры, в случае, если это несколько квартир, находящихся в пределах, например, города Красноярска, да, то это будет учитываться при определении ставки суммарная стоимость всех квартир, которые имеются в собственности. Так вот, когда мы рассчитываем налог от инвентаризационной стоимости по данной квартире, да, то у нас сумма налога будет 1838 рублей. А когда мы рассчитываем налог от кадастровой стоимости по данной квартире, хотя вот стоимость у нас получается 350, инвентаризационная, да, 2,5 миллиона кадастровая, то налог от кадастровой стоимости с учетом вычета, про который Ольга Валентиновна говорила, 20 квадратных метров, будет равен 1797 рублей. То есть, ну, это мы рассчитывали при минимальных ставках, которые определены налоговым кодексом. У нас звонок, давайте, нет, все уже, перестали звонить, поэтому можно продолжать. То есть, там на 100 рублей меньше. Да, меньше, как бы будет. Стоимость растет, но ставки уменьшены, вычет примерно. Да, где-то не на 100, но чуть поменьше, рублей на 50 меньше. Стоимость, да, 350, 2,5 миллиона, большая разница, а 100 рублей в налоге. То есть, вот они разные такие расчеты, мы их пока не можем все собрать в кучку, потому что нужно понимать, что на каждой территории будет происходить. Да, в зависимости от того, какие будут ставки применены, потому что, и, как уже скажешь, я хочу сказать, что все нормативные акты, все решения органов местного самоуправления должны быть опубликованы до 30 ноября 2018 года. В случае, если не будут опубликованы, то налог будет рассчитываться по налоговому кодексу, исходя из минимальных ставок. Спасибо. Давайте мы примем звоночек. Здравствуйте. Вы позвонили в газету «Наш Красноярский край» на прямую линию. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваши вопросы. День добрый, Ирина. Я вот как раз смотрю прямую трансляцию на сайте и вот услышала такую новость о том, что оказывается, если земельный налог не платится, в случае, если площадь менее 6 соток. Вот у меня передо мной как раз налоговое уведомление за налоговый период 2017 год, и площадь у нас менее вообще 4 сотки, а у нас налог пришел. Как так? Да, Ирина. Дело в том, что все льготы в налоговом кодексе носят заявительный характер. Когда я отвечала на вопрос уже пенсионеру со стажем, я понимала, что он уже предоставлял нам заявление, предоставлял свое подтверждение, что он является пенсионером. Поэтому от него заявление уже никто не ждал. Льгота по вашему участку предполагает, что вы должны подать заявление на льготу и определить тот объект, в отношении которого вы будете пользоваться льготой. Поэтому мы вообще давали такую информацию и в 2018 году даже просили подать такие заявления до 1 мая. В соответствии с кодексом вы имеете такую возможность до 1 ноября. Но ничего вам не мешает и сейчас оформить заявление, и налоговые органы сделают перерасчет. Заявление с правом на льготу можно принести лично в любую налоговую инспекцию, можно отправить по почте, можете отправить из личного кабинета, можете отправить просто с сайта и обратиться в ФНС. Понятно. А еще такой вопрос, а если я, допустим, льготником не являюсь, то есть я не пенсионер, мне все равно эта льгота положена, с учетом того, что это меньше 6 соток, я правильно понимаю? Нет. Нет. Только пенсионеры. А, это только пенсионеров тема касалась? Ну, в отношении категории льготников. Все понятно. А вот тогда у меня свой еще вопрос есть. Скажите, пожалуйста, вот я на работе получаю вычет по квартире, недавно купили, да? Но при этом еще являюсь студенткой в университете. Могу ли я получить второй вычет уже по оплате образовательных услуг? Да, конечно, это два разных вычета. Они относятся к категориям социальным. Ну, первый – это имущественный вычет в связи с приобретением жилья, а второй – это социальный вычет в связи с образованием. Если вы вычет по квартире получаете, я так понимаю, уже в бухгалтерии, да? И с вас сейчас уже не удерживают налог на доходы физических лиц, то социальный вычет в связи с обучением можно оформить по итогам года, подав декларацию в налоговую инспекцию. По итогам года? Да. Вы должны будете подтвердить свой доход и удержанную сумму налога. Это форма 2 НДФЛ. Заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ. И предоставить документы, подтверждающие, что вы несли расходы на свое обучение. Обучение. Все поняла. Благодарю. Спасибо. Спасибо за звонок. Всего доброго. Тут же у нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы позвонили на прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Так. Я Кожемятская Надежда Васильевна. Да, Надежда Васильевна. Живу в Железногорске. У меня к вам вот такой вопрос. Я в этом году приобрела участок, земельный участок, как, господи, садовый, садовый участок. Буду ли я платить налог? Мне 82 года. Да, пожалуйста. У нас здесь, да, Ольга Вильгемовна, она как раз возглавляет у нас отдел налогообложения и имущества. Она сейчас попробует ответить на ваш вопрос. Надежда Васильевна, скажите, пожалуйста, у вас земельный участок выше 6 соток или ниже? Меньше площадь участка. У меня 687 квадратов. В общем, вот, Надежда Васильевна, земельный налог вы получите на следующий год, но только за 87 квадратных метров, потому что 600 квадратных метров у вас будет ольгатироваться. Поэтому, то есть будет, когда стоимость вашего земельного участка разделится на 687 соток и умножится на 87 соток. Поэтому где-то получается, ну, сколько? Одна, там, процентов. Совсем небольшая сумма будет, да? Совсем небольшая сумма будет, да? То есть за 87 квадратных метров. Сколько? Сумма налога, причитающаяся на 87 квадратных метров. Ага. Только всего, да? Ну, да, 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 потому что 600 квадратных метров у вас будет ольгатироваться. Ага. Значит, я не буду платить только за это, да? Да, только за... Так, у меня мужу 87 лет. Ну, мы вдвоем. Но он зарегистрирован на мне в участок. Это не важно, да? Не важно, не важно. Вы же тоже пенсионер, поэтому право свое вы подтвердили, льготы вы получаете. Да, давайте. Поэтому получите очень маленькую сумму налога. Ну, ладно, спасибо большое. Спасибо вам большое, Надежда Васильевна. Всего доброго. Так, у нас был звоночек. Продолжаем разговор. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Дома, которые постройки, либо вот дома в районе торгового центра, либо это, то есть... А новые дома? А новые дома... Вот, что касается новых домов, мы не дали эту информацию. Светлана Грибина, я прошу. В общем-то, и необходимость принятия этого закона, она как раз вызвана тем, что новые дома, введенные в эксплуатацию после 2013 года, они уже не имели инвентаризационной стоимости, имели только кадастровую. С 2013 года эти объекты не подпадали, соответственно, под зону налогообложения. Им просто не начислялся налог на имущество физических лиц. И сейчас, соответственно, будет кадастровая стоимость. Вот эта категория, что значит, они вообще не платили налог, они получат налоги за свои квартиры от кадастровой стоимости сразу. Здесь было опасение, что мы начислим налог за три предыдущих года, как прописано в налоговом кодексе, но прописано в федеральном законодательстве, что статья 52 налогового кодекса не будет распространяться на собственников такого жилья. Мы исчислим налог только за 2019 год. А сколько примерно это будет? Можно еще добавить? А нам сравнивать не еще. Вы что хотите сказать? Они не платили налог от кадастровой стоимости. Сравнивать сегодня не еще. 72 квадратных метра старая жилье, 1797. А 72 квадратных метра, если в доме, который построен после 2013 года, там примерно такая же сумма будет или 10? Нет, ну конечно, вам же расчет дали от кадастровой стоимости. Можно я скажу еще? И этим всем собственникам нового жилья при расчете налога в первый год будут применяться понижающие коэффициенты. В первый год 0,2, во второй год 0,4 и так далее. То есть получается, что где-то в среднем, я скажу, стоимость кадастрового где-то порядка 5 миллионов таких квартир. Поэтому и с учетом понижающего коэффициента она не будет слишком большой суммы. Она будет примерно в том же ракурсе, как вам дали рассчитывание. Давайте ответим на звонок. Добрый день. Вы позвонили в газету «Наш Красноярский край» на прямую линию. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. То есть непосредственно уже можно задать? Да, да, да. Задавайте. Задавайте. Да, очередь подошла. Девушка, у меня вот такой вопрос. Я уже была на Павлово в налоговой службе. У меня земельный налог 70 рублей. Они сказали, что в такой сумме, вот девушка в первом окошке там, не формируется. Заплатите на следующий год, когда уже больше будет 100 рублей. Это действительно так? У нас начальник отдела налогообложения имущества краевой налоговой, Ольга Вильгельмовна, она сейчас ответит на ваш вопрос. Пожалуйста. Так, здравствуйте. Ну да, вам сказали все верно. У нас налоговое уведомление не формируется в случае, если сумма налога к уплате составляет менее 100 рублей. Поэтому никакой пени вам на следующий год не будет. У вас этот налог начислится в следующем году. В случае, если сумма в налоговом уведомлении будет выше 100 рублей, то придет уведомление на следующий год со сроком уплаты уже 2019 года. И пени никакой, соответственно, не будет. То есть не будет никаких ни пени, ни трапов, ничего? Нет, нет, ничего не будет. А еще скажите, вот мне, кстати, 2 или 3 года, я 178 платила, мне вообще не приходили. Я сама ходила на налоговую. Это тоже в порядке вещей, да? Ну, бумаги эти вот. А вы заполняли заявление на личный кабинет налогоплательщика? Нет, нет. Не заполняли, да? Я это не умею, поэтому, да. Нет, ну, в принципе, в прошлом году вообще всем и в позапрошлом направлялись налоговые уведомления заказными письмами через почтовое отделение связи. Поэтому, может быть, вы, возможно, почта не донесла до вас извещение, либо кто-то его из ящика извещение-то. Ну, то есть тут вопрос остается. То есть должно было налоговое уведомление поступить в ваш адрес? Ну, ясно. Ладно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Всего доброго. До свидания. А сейчас? А сейчас я имела в виду, может, с вами, я правильно, потому что мы не говорили, как сейчас уведомления поступают. Налоговые уведомления предусмотрены законодательством направлением двумя способами. Первый, традиционный по почте заказным письмом, и это мы делали всегда. И второй, электронным способом связи в личный кабинет налогоплательщика. У нас сегодня в Красноярском крае уже больше 800 тысяч владельцев личного кабинета физического лица. Этот сервис пользуется очень большим спросом, поскольку там можно сегодня... Ну, у него очень большие возможности, и направляются в большей части туда. Можно, если вы не получили, не сработала почта, да, вы там забыли пароль личного кабинета, и вот 1 декабря уже, вот, что называется, рядом-рядом, и у вас нет налогового уведомления, можно зайти в любую инспекцию и получить налоговое уведомление на уплату налога. Сейчас еще не поздно. Давайте ответим на звоночек. Здравствуйте. Вы позвонили на прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня, знаете, такой вопрос. Я купила квартиру в 2003 году. Вы купила квартиру в 2003 году? Конечно, стоимость ее была не такая, как сейчас. Я получила свой налоговый вычет, там, ну, порядка, там, 70 тысяч. А сейчас я купила новую квартиру. И имели я право получить дополнительный вычет, который вот до 2 миллионов. В 2003 году. Нет же, все, уже использовала в право. Там, по-моему, есть какая-то нюансы. Там нюансы, чтобы в инспекцию обратиться. Ну, первое, приходит ответ, что воспользоваться правом на имущественный вычет кодекса определенного только один раз. Но есть тонкости в датах приобретения жилья. Я, к сожалению, сейчас могу ошибиться. Поэтому я рекомендую вам сделать запрос в налоговый орган через интернет, ну, либо написать, либо обратиться просто лично. Нужно посмотреть дату, когда вы пользовались предыдущими, когда купили. Есть там тонкости. Возможно, у вас еще останется право воспользоваться имущественным вычетом. Спасибо большое. Спасибо большое. Звонок. Действительно, на сайт поступали эти вопросы. Человек воспользовался этим правом. Но, понятно, когда ты получал налоговый вычет 20, 30, 40 тысяч, и то, что сейчас декларируется больше, то, соответственно, как бы суммируется ли это как-то. Поэтому эти вопросы есть. Там увеличилась сумма вычета с миллиона до двух. И нужно понимать, сколько человек уже взял, возможно ли продлить. Это связано с датой приобретения. То есть это лучше обращаться... Да, это вот прям конкретный вопрос. Он требует детализации. Спасибо. У нас еще один звоночек. Здравствуйте. Вы позвонили в газету «Наш Красноярский край» на прямую линию. Пожалуйста, представьтесь и задайте Ваши вопросы. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. У меня вот такой вопрос. Дело в том, что я по дарствам получила квартиру. И этой квартирой владею уже в течение 10 лет. И платила имущественный налог всего лишь два раза. Первый раз через три года после того, как мне мама подарила квартиру. И второй раз вот налог пришел сейчас. И налог пришел с начислением за 15, 16, 17 год. В размере 8 с лишним тысяч. У меня вопрос. Налоговых уведомлений у меня не было. Личный кабинет у меня есть. И здесь вот пришли налоговые уведомления о том, что оно с августа месяца у меня. Но его в личном кабинете не было. Я очень часто захожу в этот личный кабинет. И вопрос. Вот за все эти три года дата погашения налога стоит 3 декабря. Но это же очень большая сумма. Я обращалась в налоговую, но мне сказали, Данных по вашему имуществу нет. И уведомлений никаких мне не дали. Вот если я сейчас какую-то часть налога не доплачу, ведь будет пеня. Татьяна, спасибо. Вот и почему, в связи с чем такая ситуация сложилась? Ну, как вы знаете, что сведения по налогам, по объектам налогообложения мы получаем от регистрирующих органов. И в данном случае, конечно, необходимо детально разбираться, почему ранее не был исчислен налог. Ну, мы, так как вы знаете, что у нас в соответствии со статьей 52-го, мы имеем право делать перерасчет налога за предыдущие три года. Поэтому здесь, скорее всего, может быть, сведения поздно поступили к нам. Ну, хотя вы говорите, что вы уплачивали, да, в начале? Дело в том, что я вот когда квартиру подростную получила, я тоже первый раз заплатила налог только через три года. Потом я лично приходила в Октябрьскую ФНС, и мне сказали, что вот данных нет, какая-то инвентаризация объектов была или еще что-то. Вот я зарегистрировала личный кабинет, мне сказали, что наличный кабинет все придет, и вот оно пришло. Но одно дело, когда бы я платила по две тысячи ежегодно, и другое дело, что я сейчас, чтобы не получить вот пений, должна заплатить почти, ну, восемь с лишним тысяч. А вы мне можете сказать свое фамилию, имя, отчество, и перезвонить мне уже, чтобы я детально с вами разобралась? Ну, почему и как? Потому что сейчас, не видя перед собой результат, ну, ваших объектов и информации, когда она поступила, мне очень сложно сказать, почему произошла такая ситуация. Татьяна, номер телефона свой можете оставить? Ну, имя, фамилия, отчество. Да, имя, фамилия, отчество. Мы сами все найдем. Да, Рубан Татьяна Алексеевна. Потому что, видите, это, нам надо лично с вами переговорить, потому что это же конфиденциальная информация. Ну да, дело в том, что я лично обращалась в Октябрьскую, вот, СНС. И мне сказали, что там какая-то инвентаризация объектов проводится, и что вот моей квартиры нет. И мне никакого уведомления не дали, и вот только сейчас, в августе, ну, уведомление стоит августом месяце, но пришло он в сентябре. Ваш рабочий телефон можно сообщить? Да. Татьяна, послушайте рабочий телефон Ольги Вильгельмановны и позвоните на него. 263-91-69. Спасибо. А мы разбираемся уже конкретно. Спасибо вам за звонок, всего доброго. Такой у нас звонок был. Нет, ну, к сожалению, мы не застрахованы от ошибок регистрирующих органов. Бывают ошибки у нас. Мы сегодня уже несколько лет занимаемся инвентаризацией всех этих баз. Мы сверяемся, какие-то объекты случайно выпадают, где-то идентифицируем на других. Да, такие ошибки есть, мы приносим всегда свои извинения. Но, к сожалению, мы не можем не исполнить свою обязанность и предъявить налог за три предыдущих года, с чьей бы ошибкой это не было связано. Давайте примем звоночек. К сожалению, есть такие случаи. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Вопрос такой. Нам еще не пришло налоговое уведомление. А можно самостоятельно посчитать, какой будет налог на недвижимость, на квартиру? Есть такая возможность? Ну, налоговое уведомление вы уже должны были получить. Наш край распечатывал, отправлял уведомления в сентябре. И они, скорее всего, у вас это в личном кабинете, либо на почте, и вы не получили квитанцию о том, что вас там ждет письмо. Нужно предпринять все меры и получить его. Ну, сейчас вам, наверное, правильнее зайти в любую налоговую инспекцию и распечатать уведомления еще раз. Мы не очень советуем самостоятельно рассчитывать. Ну, вы, конечно, это можете сделать, зайти на онлайн-сервис ставки льгот и местных налогов, но вы не видите... А, возможно, в личном кабинете вы видите и базу, которую мы исчисляем. Но почему советуем зайти в налоговый орган? Потому что рядом с уведомлением мы распечатываем квитанции, которые отображают все реквизиты для верного и точного разнесения ваших сумм в лицевой. Даже если вы их сами рассчитаете, и вам нужно оформлять платежное поручение, вам нужно заполнять наши реквизиты, очень много ошибаются. Это будут невыясненные платежи. Пока мы их поставим на место, будет пенни, потом их нам уже будет опять слагать. В общем, мы все-таки рекомендуем получить наши документы с уникальными номерами платежа, которые позволяют моментально поставить ваш платеж на место. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое за звонок. Всего доброго. Ну вот, значит, все-таки многие у нас не получили пока еще уведомления. Нет, значит, многие это не так в этом году. А вообще какая-то у вас обратная связь с Почтой России существует? Вы контролируете? Есть ли у вас какие-то выборочные проверки и так далее? Есть акты свирок. Конечно, почта нам будет говорить, что все доставлено, установлены сроки, все кругом отмечено. Мы понимаем, что в жизни происходит не так. Хотя нужно сказать, что Почта России в последние годы работает более дисциплинированно, чем мы наблюдали это раньше. Сегодня все меньше и меньше. Например, там случаев, когда втыкают в двери. Ну и сегодня почтовые ящики стали более защищены от вандализма. Мы сегодня, налогоплательщики идут на почту, получают более оперативно. Как-то растет патриотизм, сознательность сегодня граждан Красноярского края. Почта, конечно, с нами сверяется, говорит нам, что мы все вручили. Но есть такие факты. Но их, к счастью, не так уже много. Если мы говорим о том, куда дойти ногами, если не в налоговые, а, например, в офисы «Мои документы» и так далее, там могут дать эту информацию? Или только в налоговые органы? Да, вы говорите про многофункциональные центры. Да, можно обращаться, если вам ближе территориально, и в МФЦ, там тоже сидят сотрудники, которые владеют этой информацией, они выдают, принимают заявление, это точно, и выдают уведомления. И уведомления налоговые тоже могут выдать. Можно сделать в любой налоговой. Если люди, которые все-таки привыкли доверять больше документу, полученному на руки, то лучше обратиться не только в налоговый орган, но и в МФЦ, в наши многофункциональные центры. Пока нет звонков, я бы хотела дать еще информацию о том, что налоговые органы сегодня достаточно много сил прикладывают для того, чтобы информировать налогоплательщиков, как заплатить, где заплатить, где получить расчеты. Традиционно мы проводим дни открытых дверей, и в этом году не будет исключений. 9 и 10 ноября, 9 ноября это пятница, а 10 это суббота, во всех территориальных налоговых органах Красноярского края проходят дни открытых дверей. Мы ждем физических лиц в субботу с 10 до 15.00, рассказываем все про ставки, льготы в каждом конкретном муниципальном образовании, еще раз говорю, на всей территории Красноярского края проводится эта акция. Отвечаем на все вопросы по теме налогообложения, подключаем всех физических лиц к личным кабинетам, подсказываем, как там работать, учим, что там можно посмотреть, поэтому, пожалуйста, с собой иметь только паспорт для того, чтобы стать пользователем личного кабинета, получаете пароли, логины и становитесь налогоплательщиком с личным кабинетом, и больше не нужно ходить в налоговый орган. Спасибо большое, у нас звоночек, к сожалению, сорвался уже. Не дождались. Не дождались. Поэтому можно продолжить что-то еще добавить. Нет, я как раз что-то выдала. 9 и 10 ноября во всех тормах, территориально отдаленных рабочих местах, во всех инспекциях проводятся дни открытых дверей. Пожалуйста, у кого остались еще вопросы, кто-то не сдал заявление на льготу, кто-то не согласен с какими-то коэффициентами, ставками, периодами пользования. Мы вас ждем и готовы пересчитать и выдать новые уведомления. Да, давайте ответим на звоночек. Добрый день, вы позвонили в газету «Наш Красноярский край» на прямую линию. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Вопрос у меня по плате. Ну, конкретно, вот я за сына хотела бы платить. Одно время я так и делала, потому что налоговое уведомление приходило к нам, а он с нами не живет, но прописан. Потом узнала, что так нельзя, должен только сам налогоплательщик это делать. Ну, я думаю, что сейчас все равно какие-то подвижки есть, потому что ничего в этом страшного нет. Могу ли вот я за него сейчас как-то заплатить? Не могу найти информации такой. Спасибо, Ольга Владимировна. Хороший вопрос. Неудобно платить ему самому. Хороший вопрос. Действительно, несколько лет назад уплата третьими лицами была запрещена законодательством и вызывала у нас, вернее, у вас необходимость писать заявление, чей платеж за кого считать. Но с 2017 года этот вопрос разрешен. Вы имеете право заплатить за своего сына, со своего счета или через свою карту. Нужно в назначении платежа только обязательно написать, за кого вы вносите этот платеж. И все. И больше никаких проблем у вас не должно быть. Мы поставили... Ну вот, мне тоже так казалось, что пора бы где-то давно сделать. Спасибо большое. Спасибо вам за звонок. Всего вам доброго. Что-то добавить по этому вопросу хотели? Нет, нет. Нет, все. Замечательно. Есть ли у нас еще какие-то вопросы журналистов? То есть все всем понятно, всем ясно, все знают, что нужно уплатить налоги вовремя, даже если не получили привычное уведомление по почте. Даже если в тени трех лет не получаете. Если вы знаете, что у вас есть объект, и вы не получаете уведомления, то нужно, конечно, сделать все действия для того, чтобы и налоговый орган об этом узнал. И обязательно уплатить, потому что возникают вот такие проблемы, как у девушки, звонящие на телефон, когда приходится платить за три года. Это, конечно, не по две тысячи, а уже там вот как у нее семь или восемь. И это достаточно серьезная нагрузка на кошелек. Налоговые уведомления в этом году претерпели тоже некоторые изменения. Это одно сводное уведомление, в котором отражаются все имущественные налоги, налог на имущество физических лиц, транспортный, земельный налог. И еще появился налог на доходы физических лиц. Ранее этот налог не отражался в этих декларациях. В этих уведомлениях физические лица должны были сдать декларации, показать доход, с которого не удержан ДФЛ, и уплатить его там самостоятельно до 15 июля. То вот в этом году, если налоговые органы имеют сведения о доходах, которые вы получили, из которых не был удержан налог на доходы физических лиц, он тоже включен в это налоговое уведомление. То есть у кого появилась четвертая строчка, будьте готовы, что вы где-то получили доход, но налог не заплатили. Это тоже новшество 2018 года, новая форма налогового уведомления. о имущественном налоге. Понятно. Скажите, пожалуйста, у Литяны, есть статистика, сколько у нас собственных не платили за свои имущества налогов те, у кого дома построили? Может, они и не спят спокойно, но при этом не уплатили. По собственникам нет. У нас есть количество объектов, которые были исключены. это порядка 400 тысяч объектов по краю. От всего, ну, где-то полтора миллиона сейчас участвуют. Так, у нас всего есть, сейчас хочу сказать, полтора миллиона объектов, которые принадлежат физическим лицам. Миллион с небольшим участвовали в налогообложении, и 400 тысяч не участвовали. Получается, пятая? Да не пятая, больше, наверное. Миллион четыреста и четыреста. Нового жилья очень много водилось с 2013 года, как раз-то выпадало. И выпадало еще не только новое жилье, но и жилье, на которое не было зарегистрировано право собственности в органе. То есть это неприватизированные квартиры, незарегистрированные гаражи, садовые, ну, там жилые дома. Нет, они же ее все равно, физические лица, регистрируют ее. Они ее регистрируют, но по ней не определялась инвентаризационная стоимость по этим объектам. И поэтому вот сейчас при расчете кадастров, опять же, с учетом вычетов, да, с учетом вычетов будет начислено лук. Ну, вот с этим законодательством восторжествует социальная справедливость и все мы станем равными налогоплательщиками. Да, звоночек у нас сорвался. Ну, я думаю, что мы еще дозвонимся. Да, у нас тоже на сайт поступал вопрос, как раз вот от владельцев нового жилья, которые переживали, что начиная с 13, после 13 года постройки, да, и вот им сейчас начислят за все эти годы, в 20-м году им придет какая-то неподъемная сумма. Но это у нас, соответственно, будет только задним числом ничего не насчитывается. Нет, да, и с учетом ставок и коэффициентов переходного периода это будет все достаточно мягко сделано. Давайте на звоночек ответим. Здравствуйте, вы позвонили в газету «Наш Красноярский край» на прямую линию. Пожалуйста, представьтесь и задайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анна Ивановна, я из города Красноярска. Вот, знаете, слышала, что с 1 января 2019 года женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет получат льготы по имущественным налогам. А вот скажите, пожалуйста, для этого нужно какое-то заявление, нужно приходить в налоговую? Да, конечно. Спасибо за вопрос, Анна Ивановна. Мы тоже это сегодня рассказываем. Эта льгота тоже будет иметь заявительный характер, и нужно будет обязательно отправить либо по каналам, либо почтой, либо прийти лично, сдать заявление на льготу в связи с достижением вами такого-то возраста. Понятно, спасибо. То есть это где-то в начале января уже можно тут появляться, да? Как только заработает налоговая? Ну, можно в течение года сдавать заявление. Вы должны уложиться, чтобы предоставить это заявление до 1 ноября 2020 года. Ну, лучше до 1 января, ой, до 1 мая 2019-го, потому что мы начнем налоги начислять в мае. У вас будет все зависеть от того, когда у вас это право на льготу возникнет. Когда вы достигнете 2 года. И у нас сейчас в кодекс добавилась новая категория налогоплательщиков. То есть если ранее освобождались пенсионеры, то сейчас добавилась такая категория налогоплательщиков. Это физические лица, которые... Достигшие. Да, сейчас скажу. Которые вышли... Должны были выйти на пенсию с учетом пенсионного законодательства, действовавшего до 31 декабря 2018 года. То есть если вы... То есть по старому законодательству. То есть если бы вы являлись пенсионерами, то льгота это будет распространяться со следующего года. Ну у меня вот в декабре 55 исполняется. В декабре 55? То есть в январе нормально прийти. Конечно. Попадаете под эту категорию. В зависимости, когда. Если в первой половине декабря, то у вас за декабрь будет еще перерасчет налога. Если вы, получается, что попадаете в это... После... Во второй половине декабря, то тогда уже налог будет исчислен с учетом льготы с 1 января. Ну, при... Ну, понятно. С учетом того, что вы предоставите заявление. Спасибо большое за звонок. Всего доброго. Что вот у нас... А может быть мы давайте объявим те категории льготников, которые у нас точно имеют право. Вот мы пенсионеры, мы сегодня сказали. Какие еще категории у нас? По налоговому кодексу у нас действует следующая категория. Это инвалиды первой и второй группы инвалидности. Далее, герои социалистического труда. Потом еще есть категория следующих льготников. Это пенсионеры. Нет, многодетные по кодексу нет. Это многодетных могут, если решением органов местного самоуправления будет предоставлена такая льгот, то тогда, конечно, будут участвовать. Так, потом какие там еще... Так, инвалиды с детства, также ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и инвалиды боевых действий. Потому что у нас, если учитывать, что ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны уже все пенсионеры, поэтому льгота как бы она это... Но ветераны и инвалиды боевых действий, они, конечно, эта льгота и используется. Давайте мы звоночек ответим. Здравствуйте. Вы позвонили на прямую линию в газету «Наш Красноярский край». Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос задавайте. Добрый день. Меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Мы подавали на имущественную декларацию на получение вычета. Я уточнила, почему мне не приходит налог на приобретенное жилье. Квартиру мы купили в 2012 году еще, и до сих пор у нас не приходило ни одного налогового уведомления. На что мне было, ну, как бы, дано разъяснение о том, что еще якобы сведения не поступили в налоговую, и беспокоиться не стоит, там еще списываются по давности какие-то, ну, то есть вот этот налог якобы по давности списывается. Вот, я хотела бы уточнить, что теперь, какие дальнейшие мои действия. Все-таки сидите ждать, пока он придет, этот налог, или как-то самостоятельно, ну, куда-то поехать и уточнить. Так, ну, скорее всего, в отношении вашей квартиры отсутствует сведения об инвентаризационной стоимости. В связи с этим налог не начисляется, поэтому вы попадаете как раз под ту категорию налогоплательщиков, которая будет уплачивать налог на имущество с 2019 года, исходя из кадастровой стоимости. Поэтому я думаю... А размер этой стоимости, то есть не получится ли так, вот я слушаю прямую линию вашу, не получится ли так, что мне также какая-то безумная сумма придет, от которой я очень сильно, ну, как бы, буду не в восторге? Нет, ну, мы же вам сейчас и говорили, если вы вначале слушали, что если налог от инвентаризационной стоимости в отношении вас не исчислялся, то, во-первых, налог будет рассчитываться с учетом налогового вычета кадастровой стоимости в пределах 20 квадратных метров, так, и, во-вторых, к вам будет при расчете налога на имущество в отношении данной квартиры будет применен понижающий коэффициент. А, коэффициент, да. Да, то есть вы заплатите, вот если так, 20% от общей суммы налога, исчисленной от кадастровой стоимости. Ну, то есть на данный момент я все-таки, ну, грубо говоря, жду, пока мне придет вот это налоговое уведомление, то есть пока самостоятельно я никаких действий не предпринимаю. Да, 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 да. Потому что... Спасибо большое. Да, да. Да нет, все-все. Спасибо большое вам за звонок, всего доброго. А, спасибо. Потому что у всех вопрос вот этот возникает, что боятся люди именно большой суммы. Ну что, надо, да, накупится. И как-то там будет что-то еще по этому вопросу. Добавить хотели, нет? Нет. Сейчас я как-то все уже говорю. Ну, все уже, как-то все сказали. Друзья, я не знаю, если еще есть вопрос-то, ну... Еще есть вопрос. Я не вижу в личном кабинете своего транспортного дома. Мне тоже, кстати, не пришло. Вы... Так. Машина есть в личном кабинете, отражается. В объекту служба. Нет, понимаете, я же вам говорила, что есть два личных кабинета. На сайте госуслуг и на сайте налог.ру. На сайте госуслуг вы свое налоговое уведомление и не увидите. Потому что это персональные данные. А машина сама числится в объектах налогообложения? Нет, а вы здесь ее видите в объектах? Не могу сейчас уже... В общем, если машина... Смотрите так, если машина... То есть у вас уведомление размещено на сайте, в личном кабинете, так? Вы знаете, что у вас есть транспортное средство, которое подлежит налогообложению. Но ни в объектах обложения, ни налог вы на это транспортное средство не получили. У вас есть обязанность однократно сообщить в налоговый орган об объектах, по которым не исчислен налог. Однократно. Потому что если вы это не сделаете, есть такое... То есть за неисполнение обязанностей будут применены штатные санкции. Это тоже членовый кабинет. А транспортное средство у вас давно? Вы, может, в 2018 году купили? В 2018 году. Нет, а за 2018 году мы будем исчислять в 2019 году. Поэтому вы... А сейчас налог за 2017. Если вы ее в 2017 не имели, то у вас и нет налога. Вы получите в 2019 транспортный налог, исчисленный за количество месяцев, которыми вы владели в 2018 году. Так что не ищите ее. Нет, главное, чтобы объект был там. Я поняла по вашим глазам, что вы ее купили недавно. Главное, чтобы объект был в личном кабинете, числился. Самое главное, потому что... За 2018 надо то, чтобы в месяц, да? Да, да, да. Если в 2019 не получите, то, конечно, идите и говорите, что есть объект, но он не попал в зону налога обложения. Все зависит от машины транспортный налог. Конечно, если к транспортному средству применяется повышающий коэффициент к дорогостоящему автомобилю, то, конечно, там сумма налога. Нет, я говорю, что там, конечно, сумма налога и будет большая. Поэтому вы в этом году не сказал бы, что самый большой транспортный, но еще и земельный налог. Как бы тоже немаленький, потому что у нас тоже применяются повышающие коэффициенты в отношении земельных участков, используемых под жилищное строительство. Да, там еще статус земли имеют. Категория земли. И вот люди-то не знают, ну как бы давно-давно брали земельные участки, не обращали внимания на каковое разрешенное использование. А сейчас много обращений по данному поводу. Почему применили повышающий коэффициент? Потому что разрешенное использование для жилищного строительства. А налог на имущество у пенсионеров нет, да? Налог на имущество пенсионеры – это льготники, но они пользуются льготой в отношении одного объекта в каждой категории. То есть если у пенсионера три квартиры, то льготы им даются только по одному. А выбор можно сделать, если три квартиры, одна большая, вторая? Конечно, заявительный порядок. Но даже если нет заявления, то мы даем льготу по максимальной сумме налога. Если с вами, ну допустим, да, там муж-жена, и там у них, например, две квартиры. То есть одна на мужу, другая на жену пойдет или как? Ну если так оформлено, то льгота у мужа по одной квартире уже пойдет. Бывает, бывает. Смотрите, получается, вы имеете в виду ту ситуацию, когда на мужа и жене по одной вторую от каждой квартиры. А получат только льготу на одну, одну вторую только, на одну долю, да. То есть льгота дается не в отношении доли, да, там целого, а именно конкретного объекта. Независимо от того, какой частью вы им владеете. Ну это да, это как бы... Чтобы уйти от налогов грамотно. Считайте, пожалуйста, все сами. Ну а все рассказали. А где вы чем рискуете, считайте и выбирайте самый удобный режим налогообложения для вас. Спасибо вам большое, спасибо вам, что пришли к нам на прямую линию. Надеемся, что мы помогли сегодня. До свидания.